Петровская барокко Стиль барокко зародился в Италии в конце XVI века и просуществовал примерно до середины XVIII века. Стиль, зародившийся в Италии, охватил всю Европу. Основной чертой этого стиля был возврат к ордерной системе, и в стиле барокко мы везде прочитываем ордера. Так, основными чертами барокко является торжественность, пышность, патетика, построение объемов с расчетом на зрительное восприятие с разных точек. Очень сложные объемные решения, резкие контрасты света и тени. Планы зданий усложненные. Очень много курдомеров, очень много резолитов, возможно, закрытые внутренние дворы. В русском барокко используются многоцветия. В барокко очень богатые интерьеры. Очень много позолоты, очень много зеркал, очень много живописи. Особый интерес представляет плафонная живопись и очень много скульптуры. Русская барокко имеет свои черты. Оно появилось в тот период, когда русское государство одержало победы над шведами на Неве и под Полтавой. Северная война длилась с 1700 по 1721 год. Но уже в 1703 году в освобожденном Устине Невы Петр Первый закладывает новый город, чтобы закрепиться в этих местах. Город-крепость. Потому первые постройки были на Заячьем острове. Это прежде всего крепостные стены. Крепостные стены уникальны. И автором этих стен, архитектором и инженером-специалистом по фортификации являлся знаменитый Трезини. Он был мастер высочайшего класса. И поэтому крепостные стены до сегодняшнего дня в первозданном виде сохранились. Но он был великолепный архитектор, работающий в стиле барокко. Им был построен Петропавловский собор внутри этой же крепости. Он автор и многочисленных других построек. В частности, летнего дворца Петра в Летнем саду. Архитектор Трезини работал не только над проектированием Петропавловской крепости, Петропавловского собора. Он занимался и проектированием многих других зданий. И в частности, образцовых зданий для проживания людей. Это были люди именитые, это люди были знатные, это люди были подлые. То есть, тип зданий, прообраз наших типовых домов был заложен уже в те далекие времена. И уже эти типовые здания говорили о классовом расслоении. То есть, для именитых это были одни дома. И для именитых это пример яркий дома, который был построен для Петра Первого. Он назывался дворцом. Это то, что я уже называла. Кроме этих проектов, Трезини занимался еще генеральным планом города. Но генеральный план города Трезини, он не был до конца осуществлен. Так как он занимался центром города, который предполагалось делать на Васильевском острове. Но, работая в стиле барокко, надо поговорить о том, а что же являлось все-таки стилевыми особенностями стиля именно Петровского барокко. Петровское барокко отличалось от барокко европейского. Это был сплав исконно русских художественных традиций и формальных элементов, привнесенных из западноевропейских стран. Многообразию русского барокко способствовало индивидуальное творчество архитекторов, тем более иностранцев. Это были итальянцы, французы, немцы. Они, естественно, привносили какие-то свои черты, свойственные архитектуре национальной. Кроме того, очень сильное было воздействие древнерусских традиций. И это не могло не быть превалирующим в построении архитектурных композиций. И, наконец, нельзя забывать о роли заказчика. Главный заказчик в период Петровского барокко, его процветания, это был сам Петр I, который вникал во все архитектурные проблемы. Сохранено очень много чертежей, где он работал и над генпланом будущего города, и над проектированием многих дворцов и зданий. И главными чертами барокко это были в будущем многоцветия, но в период Петровского барокко это были два цвета. Это светлый тон и ярко-красный или приглушенно-красный, кирпичный тон. И это были закрепленные углы, рустованные рустованным камнем, или это просто наносился рисунок на штукатурке. Кроме того, были очень интересны и в том же тоне, что углы решены, наличники. Были интересны входы в здание, это были многоскатные крыши, это была очень интересная растекловка у окон. Более конкретно о некоторых архитектурных творениях Трезини расскажет моя студентка Петрова Анастасия. Добрый день, я расскажу о Доминике Трезини. Доминик Трезини отправился на службу Петру I в 1703 году. В 1706 году он был приглашен для перестройки земляной Петропавловской крепости в Каминную. Перестройка начинается с северной части крепости, так как она считалась самой уязвимой при атаке шведских войск. Применяется совершенно новое для России того времени сооружение и фортификации. Строятся бастионы, толщина стенок которых порядка 20 метров, высота 12 метров. Под стены крепости было заложено порядка 40 тысяч свальп. Строительство бастионов курировал Петр I и его сподвижники. По кураторам назвали крепостные бастионы. Трубецкой, Нарышкин, Государев, Менчиков, Головкин, Зотов. Строительство Петропавловской крепости полностью завершено в 1740 году. Практически одновременно с началом строительства крепости начинается строительство первого храма, это Петропавловска собора. Он является одним из самых старых петербургских храмов. Петропавловский собор начали строить с колокольни, так повелел Петр I. Во-первых, она была необходима в то время как смотровая площадка, откуда можно было видеть при пришении шведских войск. Во-вторых, она должна была стать доминантой и утвердить возвращение пленеевских земель России. Петропавловский собор поставили на ленточный фундамент глубиной 2 метра, что необычно для того времени, так как чаще применяли фундамент на сваях. Колокольня была деревянная, трехъярусная, и завершалась шпилем. Доминика Торезини предложил установить на вершине колокольни ангела. Архитектор сам разработал чертежи, по которым была выполнена работа. Петропавловский собор построен по совершенно новому для России и того времени технологиям. Это сказалось влияние западных традиций. Стены гораздо менее толстые, чем у традиционных русских храмов. Большие окна, высокие узкие столбы, форма храма вытянутая, трехневная, только один купол вместо обычного пятиклавия. Этот собор стал примером для всех других церквей до середины 18 века. Жилопись внутри Петропавловского собора является важной с точки зрения развития русской истории и искусства. До этого разрешалось воспроизводить только библейские сюжеты. Здесь же применены в том числе и светские художественные орнаменты. После пожара в апреле 1756 года колокольню решили переделать из деревянной в каменную. Из-за увеличения массы фундамент решили делать на спаях. Изначально двускатная крыша, после реставрации двускатная крыша, стала более плоской. Новый шпиль вырос до 117 метров. Ангела выполнили по первоначальному рисунку. При пожаре удалось спасти иконостас. Анастасия все очень хорошо рассказала. Хочется внести такой комментарий, что Петропавловский собор выстроен был в традициях лютеранской кирхи. Поэтому появляется и вытянутость в плане, и появились три нефа, и нет пятиглавия. Всем известно, что Петр Первый стал во главе церкви и позволял, естественно, какие-то вольности в архитектуре. То есть отклонение от православия. Прошу вас дальше. Открывающий Петропавловскую крепость Востокопетровские ворота – это первые триумфальные ворота в Санкт-Петербурге. Петровские ворота являются единственным подобным сооружением, сохранившимся в Санкт-Петербурге со временем Петра Первого. Они имеют вид триумфальной арки с декорацией. У декора ворот два яруса. Высота нижнего яруса равна высоте крепостной стены. Боковые части оформлены пилястрами и выдвинуты вперед, воспринимаются как массивные пилоны. Верхнюю часть композиции, решенную в виде Атика, венчает лучковый фронтон. Первые Петровские ворота были построены из дерева в 1708 году, а в 1716-17 годах они были переделаны в камни по проекту Тресини. Высота и ширина памятника составила около 16 метров. Арковый ворот дает проход через всю 20-метровую ширину стены. В нижних ворот по сторонам Атарки стоят фигуры, олицетворяющие мудрость и власть. Над аркой укреплен свинцовый двуглавый орел. Первоначально он был выполнен из дерева, потом переделан в свинце, и вес его около тонны. В 1710-14 годах в летнем саду на берегу Фонтарки по проекту Тресини начали строить летний дворец Петра I. Особенную ценность представляет сохранившегося до нашего времени живописные пафоны, резные дубовые орехи и панно из ростцовой печи. Дворец прямопольный, имеет четырехскатную крышу с крутыми изломами, большие окна с мелкой растекловкой, широкое обрамление наличниками. Имеет двухцветную окраску. Из украшений представлены 29 барельефов архитектора Шлютера, которые аллегорически прославляют победу России в Северной войне. В первом этаже летнего дворца находились покои Петра I, а на втором его жены Екатерина и детей. На первом этаже также находилась приемная, где Петр I принимал устные жалобы и письменные просьбы. Также рядом находился карцер, куда Петр лично запихивал провинившихся, а потом сам же выпускал их. Петр I жил в этом доме с мая по октябрь, поэтому дворец именуется летним, имеет тонкую толщину стен. Первая система канализации в Санкт-Петербурге была сделана именно в летнем дворце. Этому способствовало еще то, что дворец смывается с трех сторон водой. После наводнения в 1777 году система канализации действует перестало. все очень хорошо изложено, Анастасия. Ну вот небольшой комментарий. Стиль Петровского барокко, он достаточно скромен. И этот дворец как раз подтверждает, что он в плане имеет простую прямоугольную форму. У него нет больших выступающих каких-то частей, нет игры света и тени. Так что это яркое такое здание, именно в стиле раннего барокко, Петровского барокко. Хорошо вас. Спасибо. В 1718 году Доминика Терезини выиграла первый в России архитектурный конкурс на строительство зданий. Это здание 12 коллегий. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный университет. Первое каменное правительственное сооружение в Санкт-Петербурге. В основе его проекта взят принцип построения зданий в Москве. Они стояли в одной линии вдоль Кремля. Стоит здание из 12 одинаковых частей. Каждая часть прямоугольничала отдельному министерству. Общая длина здания составила более 400 метров. У каждого здания свой парадный вход, своя крыша, высокая, четырехскатная с переломом, очень типичная для первой половины XVIII века. В 1734-1942 годах по проекту Зимцова и Терезини на уровне второго этажа были размещены балконы с западной стороны устроенной открытой аркады. Сейчас она закрыта. В протяженной линии зданий планировалось ограничить формировавшуюся тогда площадь, которая должна была стать главной. Но главной она не стала. Именно из-за этого участия в ансамбле здание 12 коллегий не смотрит лицом на университетскую набережную, а стоит перпендикулярно к ней. С этой особенностью расположение здания связана одна легенда. Будто бы. Собираясь однажды уехать из Санкт-Петербурга, Петр Первый получает Менчикову строительство здания 12 коллегий. Оно должно было стать продолжением кунсткамера. А в награду Петр разрешал Менчикову использовать под свой дворец всю оставшуюся землю, которая расположалась в западной новой постройке. Менчиков якобы рассудил, что если поставить дом лицом к Неве, то земли ему достанется совсем мало. И решил он поставить здание не вдоль, а перпендикулярно набережной. Вернувшись из поездки, Петр пришел в ярость. Таская Менчикова вдоль всего министерства, и останавливаясь у каждого крыльца, он бер Менчикова с везетной медной дупенькой. Уменик от резины принадлежит проект сетки проспектов и линий Васильевского острова. Этот план был составлен по подобию амстердамской планировки и сети каналов. Отрези не особо хочется сказать именно в этом аспекте, что занимался он еще и генеральным планом. И хотел Петр I сделать наш Васильевский остров наподобие Амстердама с каналами, пересекающимися взаимоперпендикулярно. Но очень рано он понял, что в нашем холодном климате это нереально. И со временем эти каналы были зарыты и превратились в линии Васильевского острова. Об архитектуре отечественных архитекторов Зимцова и Робкина расскажет Петы Геннадияна. Прошу вас. Церковь Симеона и Анны – это действующая православная церковь в Санкт-Петербурге, находящаяся на углу улицы Белинского и Маховой. Один из старейших храмов Санкт-Петербурга. В 1731-1734 годах по указу императрицы Анны Иоанновны на месте обветшавшей деревянной церкви была возведена новая каменная церковь по проекту архитектора Зимцова при участии Бланка. В 1734 году состоялось торжественное освящение в присутствии императрицы. Главный алтарь церкви был освящен во имя праведных Симеона Бокоприимца и Анны Пророчицы, а боковые пределы правые во имя Архангела Михаила, левые во имя Ефрема Сирина. В разработанном проекте архитектор соединил традиционные приемы русской архитектуры с чертами западноевропейского архитектуры. Объем церкви составляет традиционный восьмерик на четверике, с запада примыкает трапезная с высокой колокольней над входом. Стены церкви и колокольни были обработаны пилястрами ревско-нарического кордера. На ярусах колокольни и на бароване купола применялись более легкие коринфские и ионические ордера. Фасады были украшены многочисленными деревянными статуями. До 1802 года храм считался придворным. В 1869 году была произведена реставрация по проекту Винтергальтера. Колокольня была возвышена, храмы часовни расширены с трех сторон. По старому образцу исполнен новый иконостас, освящен новый предел во имя иконы Божьей Матери Триручица. В 1872 году обновленный храм был вновь освящен. В 1868 году при храме действовало общество вспоможения бедным с детским приютом и богоземией. Храм закрыли в 1938 году. В 1980-х годах реконструировался под месерологический музей. Возвращена епархия в 1991 году и вновь освящена в 1995 году. В 2003-2008 годах была проведена реставрация. Небольшой комментарий. Хочется обратить ваше внимание на то, что в этой церкви совмещены деревне русские традиции, это пределы, это восьмерик на четверике, и использование ордера, и чисто европейское колокольня. Спасибо, прошу вас дальше. Строительство здания Кунсткамера. Кунсткамера – один из интереснейших памятников архитектуры 1-3-18 столетия. Кунсткамера – это первый музей России, учрежденный императором Петром I. Здание подобного просветительского назначения было в своем роде уникальным. Открытие Кунсткамера было важным событием в жизни города и страны. Здание заложили в 1718 году. Строительством руководил архитектор Матарнови. После Матарнови строительство здания ввели другие архитекторы – Гербель, Киавери и Зимцов. Оно состоит из трех связанных между собой объемов. Два симметричных трехэтажных крыла соединяются расположенной в центре четырехъярусной башни. Фасады крыльев решены достаточно четко. Прямоугольные окна разделяются лопатками, играющими роль основных вертикальных членений. Однако их ритм перебивается расположенными между этажами различными по форме филенками. Светлые филенки и лопатки контрастно выделяются на фоне голубой стены. Углы небольших резолитов на крыльях здания обработаны рустованными лопатками. Такой прием часто использовался в архитектуре Петровского времени. Композиция центральной башни отличается особой динамикой. Сочетание вогнутых и выпуклых поверхностей стен усиливает подвижность объемов. В размещении залов использовался новый и модный тогда анфиладный принцип. Для доставки знатных гостей построили пристань. Здание значительно пострадало во время пожара в 1747 году. В последующие годы оно было восстановлено Чевакинским без верхнего яруса башни. Одновременно проводились работы по укреплению берега. В бурную погоду волны не вы достигали ее фундамента и подмывали его. В результате работ берег был укреплен и отодвинут от здания Кунсткамера на 5 метров. В 1947-1949 годах был восстановлен верхний ярус башни, который увенчала знаменитая армиллярная сфера. Капитального ремонта здания не проводилось с середины XVIII века. Поэтапный ремонт и реконструкция здания были начаты лишь в 1998 году. Из-за недостаточного финансирования они далеки от завершения. Небольшой комментарий. На примере архитектуры Кунсткамеры мы видим, что это во времени уже архитектура более позднего периода, чем ранний период Петровского барокко. И мы здесь видим уже более пышные декоративные детали. Мы видим уже больше пилястр, мы видим более четкий ритм, мы ощущаем объемность. И в плане это здание изрезано, и много кривых линий уже обведено. Так что это подтверждение тому, что западноевропейские приемы барокко, они, конечно, присутствуют в нашей архитектуре. Прошу вас. План Геробкина. Петр Михайлович Геробкин – один из первых русских архитекторов и теоретиков архитектуры. В числе петровских пенсионеров он учился в Италии. Начиная с 1725 года и в Петербурге проведен ряд мероприятий по осушению города и устройству набережных. Он руководил крупными работами по постройке Александра Невской лавры, каменного здания, гостиного двора на Невском проспекте. При Анне Иоанновне он был главным архитектором, и без разрешения него не строилось ни одно здание. В образованной комиссии осуществлялся надзор за строительством в Петербурге. Под влиянием Геробкина была определена главная задача – показать улицы и места, в какой пропорции, где публичным площадям быть. Под руководством Геробкина был составлен генеральный план Петербурга, в основу которого была положена впервые трехручевая система улиц-магистралей, намеченных еще Петром Первым. Он лично разработал генеральный план Адмиралтейской части, сориентировав основные магистрали города на вертикаль шпиля Адмиралтейства. План является первым из известных русских печатных планов города, составленных на основании топографической съемки, которая проводилась в Петербургской Академии наук в 1729 году, что позволило точно отобразить фактическую застройку города. На плане показано административное деление, согласно которому вся территория города поделена на пять частей. Это Петербургский остров, Адмиралтейская сторона, Московская сторона, Губоргская сторона, Васильевский остров. План послужил основой для работы комиссии о Санкт-Петербургском строительстве, занимавшейся разработкой планов реконструкции столицы. Небольшой комментарий. Имя Иропкина – это имя особое, потому что по его генеральному плану город застраивался около 150 лет. Мы должны все низко поклониться этому человеку, потому что благодаря его стараниям, благодаря его талантам, генеральный план был так совершенен, и что отклонений от этого генерального плана почти не было. Очень продолжительное время. Безусловно, огромна роль Петра Первого, потому что и высотный стандарт ввел именно он, ограничения по высоте зданий. И многие предложения по генеральному плану он вносил. Он видел далеко в перспективе свой великий город. Ну, а Иропкин похоронен во дворе Самсоневской церкви. Поэтому мы можем низко ему поклониться, подойти к надгробию, хотя оно не персональное, потому что там похоронены во время Бероновщины не только Иропкин в общей могиле, а и Хрущев, и Волынцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова